Братья и сестры, сердечно всех приветствую. Долго не видел я вас, страшно соскучился. Я буду читать из 2-го послания апостола Петра, 1-го по 11-й стихи. 2-е послание апостола Петра, 1-я глава, 1-го по 11-й стих. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, 1-го, принявшем с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать вам и мир доумножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славу и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании и терпении, в терпении и благочестии, в благочестии и братолюбии, в братолюбии и любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Продолжительный текст и очень сложный на первый взгляд, ну и, наверное, не на первый тоже. Чтобы вообще его осознать, надо много-много раз его прочитать и хорошенько изучить. Я обращу внимание только на некоторые моменты, не на все, что здесь заложено, но некоторые моменты освящу. И тема моей проповеди называется так – «Качество истинного христианина». Тема проповеди – «Качество истинного христианина». И первое качество, с которого я начну, оно в третьем слове прочитанного текста. Симон Петр – раб. Я уже как-то говорил, я не буду сильно сейчас раскрывать эту тему, но коротко коснусь. Вот апостол Петр – это человек, на котором основана церковь. Это ближайший друг и соратник Господа Иисуса Христа. А ему, одному из двенадцати человек во всем многомиллиардном мире, даровано высшее христианское звание апостол. То есть, выше его нет никого. Христианину достичь того, что достиг апостол Петр, я думаю, что невозможно в духовном смысле. И вот его слова о себе. Симон Петр – раб. Рабство, в принципе, существует и в наше время. И вообще раб – это такой человек, который не имеет собственности, не имеет имущества, не имеет собственного мнения, времени, и он принадлежит кому-то. И знаете, большая проблема современного христианства в том, что мы очень слабо понимаем то, что мы люди купленные, что мы чьи-то, мы не свои собственные. Знаете, я вчера буквально разговаривал с своим сыном, ну и просто в диалоге. У него такие моменты, ну видно, что это уже вложено в него, ну и не только в него, это вообще в принципе и в моих детях, вообще с подростками общаюсь со многими и со своей воскресной группой. Идеология современного мира – это эгоцентричность, человекоцентричность. Это я сначала, а потом весь остальной мир. И на христианство это колоссальное влияние имеет сначала я, а потом все остальное. И мы очень часто живем неправильной духовной христианской жизнью, потому что она слабая, плохая. Мы часто падаем из-за этого, унываем, томимся, не имеем радости, не имеем победной жизни, веры не имеем. Все кувырком в жизни именно потому, что у нас неправильно расставлены приоритеты. Мы не понимаем, что мы куплены, что мы чье-то имущество, мы кому-то принадлежим. И этот кто-то – это Иисус Христос, наш полновластный хозяин. И наша жизнь, она не принадлежит нам. У нас нет своего имущества, своего времени, своих детей, своих желаний, своих хотений. Это все принадлежит Иисусу Христу. Но современный человек, особенно сейчас, сначала я, а потом Бог. И часто христиане живут так, что Бог для них, а не мы для Бога. И в этом большая, огромная проблема. И даже в вопросах спасения человек меняет местами последовательность спасения. что Бог пришел и все сделал для того, чтобы мне было хорошо, чтобы меня спасти, чтобы я был в раю, чтобы все сделать для меня, совершенно не понимая, что вообще все наоборот. Что Бог создал человека, спас человека, умер за человека. Не для того, чтобы человеку было хорошо, хотя это так, а для того, чтобы Богу было хорошо. Бог это все сделал для себя. Мы созданы для Христа. Мы созданы для Бога. Мы спасены для Него, для Его славы. И понятное дело, что когда мы понимаем эту зависимость, естественно, нам в присутствии Бога, естественно, хорошо. В присутствии Бога плохо быть не может. В рабстве Христа – это отличное место. И я рад, что я раб Христа, и могу так говорить, и я счастлив этого, и что у меня нет своей воли, своих желаний, что желание Христа – это первое, что должно быть в моей жизни. Это самое наивысшее счастье человеческое. Первое и важнейшее качество христианина – раб Христа. Мы должны это осознавать. Еще момент, обращу внимание. Из первого же стиха. «Симон Петр – раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего, Спасителя Иисуса Христа». Заметьте слово «принявшим». Апостол Петр обращается ко всем верующим, и к нам в том числе, и говорит «принявшим с нами равнодрагоценную веру». То есть, заметьте, незаработанную, незаслуженную. Хотя, кто бы говорил, да, апостол Петр, он мог бы сказать, ну уж я-то, я-то, во-первых, от начала с Господом, свидетель множества чудес, сам чудеса творил, церковь нам не основана, такая честь, мейпочесть, и вообще мученическая смерть за Господа, да? Ну, сколько дел? Ну нет, он пишет «принявшим драгоценную веру». То есть, вера – это дар. Она в падшем, испорченном, гнусном, мёртвом человеке возникнуть сама собой не может никак. Да, вера, как вера в потусторонние силы, да, она в человеке присутствует, но это мёртвая вера. Вера живая, вера божественная, зародиться в мёртвой плоти не может никак. Веру человек принимает в дар от Бога, который даёт её с избытком всем верующим. Дальше. Второе качество. Благодать и мир вам доумножатся в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Ещё раз. Благодать и мир вам доумножатся в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Друзья, думаю, лишний вопрос. И не нужно спрашивать каждого человека, хочет ли он жить благодатно и мирно. Лишнее, да? Все хотят. Благодать вам и мир доумножества. Вот я, как отец семейства большого, вот последнее тревожное время. Война в Украине. Война в Сирии. По всему миру множество конфликтов военных. Нас чуть-чуть только коснулось. Вот у меня на работу сейчас уже приходят похоронки. Уже немножко осознание у людей появляется, что люди-то умирают. Да, мы сейчас далеко, нас это ещё не касается. Но тревога в сердцах уже... Да, поначалу всё было нормально. Это где-то там, чего-то там происходит, всё хорошо. Потом, когда у нас начали призывать людей, забеспокоились, и многие там в страшной депрессии были, а теперь у нас уже висят на стендах люди, умершие на этой войне, которых мы лично знали. И мира в сердце нет от этих новостей у людей. Страшно. И мне, как отцу, допустим, я понимаю, во что это может перерасти. Первая мировая война началась вообще с пустякового конфликта в Сербии. Князя Фердинанда просто убили, и начался мировой конфликт. Сейчас происходит намного больше политическая такая вот ситуация, намного острее, намного сильнее, намного опаснее с тем оружием, которое сейчас есть в мире, с тем, что может произойти, если у кого-то нервы не выдержат. И мира в сердцах нет. Хочется мира, и мне для своей семьи, я представляю, вот Петербург бомбят. Можете себе представить, куда бежать? Я иногда смотрю на эти кадры в Украине, мне страшно. Я представляю, что там могли бы быть дети мои, моя семья, дома рушатся, земля горит. Какой мир? Даже мне, находясь далеко от этих событий, страшно, когда я представляю себя на месте этих бедных людей. И мне хочется благодати и мира в своей личной жизни, в своем маленьком мирке. Как можно больше. Слушай, у меня многие знакомые уехали. Кто в Сербию, кто в Аргентину, кто в Америку, кто в Казахстан. Они побежали за спокойной жизнью, за миром. И казалось, я на самом деле, самого посещали такие мысли. Мне вот как страна, очень нравится Аргентина. Я бы очень хотел там побывать. Вообще хотел бы там жить, наверное. Была бы возможность, я, может быть, там бы и жил. И вот в связи с последними событиями у меня прям вот, прям надо искать путь, наверное. Хочется, я представляю эту жизнь, да, и первое, что я представляю, это отсутствие войны. Мне хочется мира для моей семьи, безопасности, защиты. Так вот, путь этого мира, он не находится в плоскости, скажем так, искания или переезда, или покупки какого-то бункера защищенного, да, или запасы, у меня на работе некоторые там запасы делают, большие. Я вообще людей знаю, которые, верующих причем, которые готовятся прям к таким событиям военным. Не знаю, может, и не напрасно, конечно. Но прям убежище себе настоящее делают. Запас на три года воды, питьевое, оружие, все. Это по-настоящему прям. Они чего хотят? Они хотят мира, какой-то уверенности. Но мы не получим этого этими способами. Все равно будет тревога. Но апостол Петр раскрывает нам, где мы можем найти этот мир и эту благодать в любых абсолютно обстоятельствах. Когда апостол Петр писал эти слова, миром вообще и не пахло в округе, абсолютно. Римская империя, там такие тоже политические, тектонические сдвиги происходили. И сильно напряженная была политическая обстановка и в Иудее. И восстание за восстанием. И убийства политические. И церковь гонят. Там никакого мира абсолютно. Но есть путь. Благодать и мир вам доумножатся в познании Бога и Спасителя Иисуса Христа. Как от божественной силы выдаровано нам все подребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славу и благостью. Вот в этом коротком отрывке, в 11 стихах, три раза апостол Петр говорит о познании Христа. Вот познание Христа, личное общение с Христом, это единственный путь к благости и к миру в сердце. Абсолютно единственный. Других нет. Также большая проблема, на мой взгляд, христиан. Вообще я вот многие вещи говорю, допустим, из собственного опыта. И, на мой взгляд, большая проблема. Современных христиан, несовременных христиан, любых абсолютно, это отсутствие личного знания Христа. Личного. Знаете, для нас часто христианство это что-то такое эфемерное, гипотетическое и что-то такое, которое, я не знаю, наш традиционализм наш, баптистский, скажем, любой, православный, католический, он выхолощивает вообще общение с Богом, живое, настоящее. Мы привыкли, да, церковь, семья, работа, молитва перед сном, перед едой, заболел молитва, участие на собрании, вот это все рутина, скажем так, христианская, очень часто подменяет нам настоящее живое общение с Христом, которого он очень хочет, между прочим, он хочет общения со своими детьми, личного, личного познания. Знаете, как Христос ценит личное общение? Как он оценил одну женщину, которая сделала что-то лично для него? Я даже прочитаю это событие, записанное в Евангелии от Матфея, 26 глава. С шестого стиха. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с салавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев все ее, сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлив мира с ее на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно, говорю вам, где не будет проповедана Евангелие с ее в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. В трех Евангелиях это событие описано. Марк, по-моему, говорит, что это Мария, сестра Лазаря, сделала. Вообще она сделала шокирующий такой поступок для тех времен. Мира стоила очень дорого. Иуда моментально оценил, да, в 300 динариев эту трату. И если мы вспомним событие, когда Христос и 5000 человек напротив Него, и они все голодные, и, по-моему, Марк говорит, им и на 200 динариев не хватит здесь хлеба. То есть чуть-чуть больше 200 динариев можно кормить толпу в 5000 человек. Мира стоит 300 динариев. То есть трата невообразимая, да? Но дело даже не в этом. Понятно, что Мария двигала большая всепоглощающая любовь ко Христу. Но что Христос оценил? Он не оценил размер этой траты, в принципе. Хотя это был очень дорогой поступок, скажем так. Он не оценил личные какие-то вот, я не знаю даже, как сказать, качества, да? Мне кажется, что Христос больше всего оценил, что эта женщина, Мария, сделала это лично для Него. Не ради церкви, не ради братства, не ради благовестия, как у нас часто вот мотивы наших поступков, мотивы наших жертв. Очень часто они глубоко эгоистичны. Мы даже сами этого не знаем и не замечаем. Мы часто труд делаем ради славы, ради тщеславия, ради гордыни, ради, опять же, братства, церкви, семьи, благовестия. И мы вот эти цели ставим, жертвуем, живем, на износ работаем. А все плохо в жизни. В душе тяжело. Общение такое вот с Богом, не пойми какое, часто бывает. Депрессия, уныние, болезни, непонимание Христа, Бога, вообще непонимание ситуации. Почему? Потому что корень всего этого, всех твоих движений, это эгоистичный, ради чего-то. Но ради Христа, когда это, вот тогда Христос это оценит, так, как эту женщину. Не ради благовестия, не ради кого-то, не ради церкви, ради лично Христа жертвовать, жить, что-то делать. И вот Христос так и говорит, что вы ее осуждаете? Нищих всегда имеете... Нет, извините. Иисус, уразумев всего, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Лично для меня. Вот она, вот Христос, и вот она принесла это ему. Никому-то, ничему-то, не ради чего-то. Вот ему лично, вот такая любовь выразилась в этом. Вот всплеск вот этой любви выразился в разбитии этого сосуда. Отдала все, может быть, что имела, а может быть, все наследство свое, может, приданное, все сокровище свое. Ради Христа лично. И вот Христос, Христос жаждет личного общения с Ним. Вот как это происходит в нашей жизни? Понятно, что мы можем встать на колени, вообразить себе Христа с закрытыми глазами. В основном это как вот на картинках, длинноволосый, с аккуратной бородкой, в свободных одеждах, с добрыми глазами. И как бы лично общаться, да? И многим людям это заменяет личное общение. И часто люди молятся воображаемому Богу, а не истинному, к сожалению. Ну, ладно, это другая тема. Лично для Христа. Помните моменты, когда Христос в притче по левую сторону козлы, по правую овцы, козлы возмущаются. Почему это мы в ад? Что такое? А овцы недоумевают. Почему нам такая почесть? И Христос говорит, я был болен, и вы посетили меня. Я был в темнице, и вы пришли ко мне, да? Ну и так далее. Кому помогали эти люди? Голоден был, накормили меня. И эти спасенные недоумевают, Господи, а когда мы это делали, тебя-то не было. А Христос говорит, сделали одному из малых сил, сделали мне. Лично. Не потому что, скажем, я занялся благотворительностью и помогаю вот этому человеку, там, воображаемому сейчас, вот в данный момент. Не потому что я хочу себя успокоить или показать другим, какое хорошее, а потому что я увидел Христа в этом человеке, потому что я хочу лично Христу отдать свои деньги. Лично Христу. Мне этот человек, по сути, он может быть плохим, ворчливым, больным каким-нибудь, некрасивым, плохо пахнущим, но это ничего не имеет значения, когда мы это делаем лично, как Христу, когда мы видим Христа вместо этого человека. Помните детский рассказ? Не знаю, может быть помните, когда немецкий один старичок на Рождество очень ждал Христа, молился о том, что Христос к нему пришел в гости. И Христос к нему во сне ответил, я приду, жди. Вот он сидит, ждет. И приготовил ужин, и ждет, свечки горят, и вот стук в дверь, там нищий, босиком. Я очень коротко сейчас и упрощаю, он ему отдает ботинки, тот уходит. Следующий, кто-то голодный ребенок, там или без одежды, я уже плохо помню. Он ему отдает одежду, потом голодный пришел, съел всю его еду, которую он Христу приготовил. И так не пришел Христос. И он уснул и плачет во сне. Господи, я так тебя ждал, так тебя ждал. А где ты, что ж ты не пришел? Ты же обещал. А Христос говорит, так я три раза к тебе пришел. Я три раза у тебя был, и ты меня принял по-настоящему, так как должен был. Ты отдал то, что ты приготовил, как раз мне. Ну, я не знаю, правда это или неправда, такой детский рассказ был, но как притча, это очень показательный случай. Как мы можем иметь личное общение с Христом и лично что-то для Него сделать? Следующий момент. Результат дарованной веры. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славу и благость, которыми даровано нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них садеялись с причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетель и рассудительность, в рассудительность и воздержание, воздержание и терпение, в терпение и благочестие, в благочестие и братолюбии, в братолюбии и любовь. Друзья, дорогие братья и сестры, вера спасающая, она дарована. А что дальше? А дальше начинается, проходит первый восторг принятия христианства, дальше начинается рутина христианской жизни, так сказать. Дальше нам трудно, нам плохо. Похоти нашего грешного тела, они восстают на нас. Грех хочет господствовать, как мы услышали про Каина сегодня, да? Грех лежит у двери сердца твоего, но ты господствуй над ним. Ничего не изменилось тех времен. Грех так и лежит. И человек, человеческая плоть, мало того, что она грешит, она любит грех. И даже у христиан в жизни это часто проявляется. И иногда у людей, а может и не иногда, бывают любимые грехи. Любимые, при мысли о которых сердце сладостно замирает, колотится, жаждет этого греха. Он приходит к ним, этот грех, и влечет их со страшной силой. Но что мы должны делать? В Христе от божественной силы нам даровано все для жизни и благочестия, и мы должны над этим грехом господствовать. И как настоящие антагонисты этого мира все у нас должно быть наоборот. Мы должны стараться, мы должны прикладывать усилия, мы должны вставать на борьбу, чтобы в нашей жизни были такие дела веры. Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Апостол Павел в послании Галатам пишет еще по-другие качества человека. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера – это плоды духа. Баркли вообще христианство сравнивает, как с лестницей в небо. И каждый этап нашей жизни – это ступенька наверх. Принятие веры – первая ступенька, покаяние – второе, осознание с рабом – третье, личное общение с Христом – четвертое, и пошло, 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 и выше, и выше, и выше. И вообще христианство, оно не заканчивается после нашего возрождения. Все в жизни имеет начало в нашей физической, все в жизни имеет конец, и все в жизни имеет развитие. Ничего не останавливается просто так. Дерево не может родиться и не развиться. Либо оно умрет, либо оно развивается до определенного момента, и так же и человек, и так же животные, и так же все молекулы и так далее. Все имеет свое развитие. Поступательное, постоянное, непрерывное. Очень часто в христианской жизни мы этого не видим. Мы покаялись, получили радость спасения, все хорошо, и потом начинается постепенное затухание. И человек становится духовной калекой. У него нет борьбы, нет движения вперед, нет старания, да? Кажется, что Бог должен нам все дать. И большая ошибка думать, что благодать настолько благодать, что можно больше ничего не делать, все равно Бог все простит. Надо очень много делать. Бог все простит, понятно. благодать, великая благодать, она прощает абсолютно все грехи и покрывает все грехи. Но если мы ничего не делаем для того, чтобы жить свято, мы останавливаемся в своем развитии и дальше мы прочитаем про этих людей, что с ними происходит. Если в нас это есть, что мы получаем в итоге? Если это в вас есть и умножается, то вы не остаетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет всего тот слеп, закрыл глаза, забыл о почищении и грежни грехов своих, посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Возрождение, начало вера, дарованное Богом, возрождение, осознание себя рабом, личное общение с Христом, потом идут практически дела дарованной веры, которые я перечислял уже, а потом идут наши старания, наша борьба, возможно, на коленях где-то, возможно, в постах, в барениях, в слезах и так далее, и мы идем, идем, выше, выше, и апогеи этого всего, никогда не преткнетесь, и откроется вам свободный вход в Царствие Божие. Знаете, а есть люди, которых свободный вход, наверное, будет несвободным, а в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза и забыл о причащении прежних грехов своих. Я не буду, не берусь говорить, что это люди погибшие, возможно, они спасенные, но когда человек не живет полноценной христианской жизнью, правильно, он становится слепым, он впадает в духовную амнезию, он бессильный, и когда наступает критический момент его жизни, страшная паника, особенно связана с переходом в вечность. Знаете, для меня большой пример, скажем так, я вам сейчас, наверное, прочитаю выдержку из книги Джона Гуньяна «Путешествие пилигрима», это, конечно, не относится к главному герою христианина в той мере, в которой я это сейчас проповедую, но что может быть с людьми, которые прожили жизнь неправильно духовно, которые не имели личного общения с Богом, которые не возрастали в вере? По книге христианин и уповающий пришли, ну, многие читали, я просто напомню, пришли к последнему рубежу физической жизни, река смерть, ее надо перейти. И вот они решаются, помолились, ступили. Оба товарища решились войти в воду, но лишь только христианин увидел себя в реке, как испугался, начал тонуть и закричал своему другу «Я тону в водах глубоких, волны покрывают голову мою и в сестру и текут надо мною». Уповающий ответил ему «Мужайся, брат, я чувствую дно и оно твердо». Но христианин воскликнул «Увы, друг мой, скорбь смерти овладела мной и не увижу я страны, где струится молоко и мед». При этих словах страшная тьма и ужас объяли христианина и он ничего не видел перед собой. Он был в беспамятстве и не мог ни вспомнить ни о чем, ни говорить. Изредка произносил он несвязанные слова, доказывающие, что душа его в ужасе и что сердце дрожит от страха погибнуть в реке и не вступить в небесные ворота. Притом память прежних, совершенных им грехов до путешествия и после, терзала его и мучила. Ему казалось, что над ним радуются злые духи, готовые унести его к себе, оскверненные грехом душу его. Уповающий с трудом поддерживал своего товарища над водами. Иногда он от утомления выпускал его из рук и тогда христианин совсем исчезал под волнами, чтобы снова явиться на поверхности после некоторого времени полуживым». Ну, дальше я не буду читать, но Джон Бульян вот с такой пророческой, можно сказать, ясностью показал момент, когда человек переходит в иной мир неуверенный в Боге, неуверенный в своей жизни. Сатана представит все грехи от рождения наверное такому человеку. Нет основания. Да, возможно, он будет спасен как головня из огня, но свободного входа, свободного входа как бы перешел эту репку смерти и ты дома. Его не будет. Будет страх, ужас, мучение, паника. Господь, знаете, в моей жизни был момент, когда я думал, что я реально умру. То есть все. Ну, такое было состояние у меня, что все. Я думал, ну, как бы все уже. И самое, что я больше запомнил с этого момента, я два раза нам сознания потерял, ну вот, и мне было настолько плохо, что в общем-то я уже приготовился умирать. Ну вот, но на тот момент у меня в общем-то был, наверное, такой духовный подъем, скажем так, в жизни, такое наиболее близкое общение с Богом. И вот потом, когда я вспоминал этот момент жизни своей, для меня было большим утешением вспоминать, что в тот момент мне не было страшного. Ну, я реально представил, что все, я сейчас окажусь перед Богом. И вот просто для меня потом, я просто со слезами вспоминал, что насколько Бог дает свою благодать и милость, что не страшно. Не страшно, просто вот, просто, да, за семью, за детей, все это как бы сидит там в голове, вот эти переживания все, но вот лично вот сейчас вот этот момент перехода, страшно не было. Да, было тревожно, да, было как-то волнительно, да, понимание такого вот прям все, Господи, я где, я буду, что, паники не было. Понятно, что потом и духовные спады были, и все, и может быть второй раз уже не буду так, но на тот момент и я бы хотел вот так вот уходить, хотел вот, чтобы у меня был свободный вход в Царствие Божие. Я хочу так жить, чтобы мне не было страшно умереть, чтобы мне не было страшно умереть вообще в любой момент или встретиться с Богом. Знаете, я помню, я был молодежью, 2000-й год, и вообще у меня это мой подростковый страх, скажем так, этот страх, который преследовал многие годы меня, это остаться на земле во время пришествия. Я был членом церкви уже много лет на самом деле, и все равно я страшно боялся и в холодном поту иногда просыпался от мысли, от сна, что вот пришествие, а я здесь остался. Я помню, 2000-й год должен был наступить, 99-й, 2000-й, как раз был всплеск опять вот этих всяких пророков, пророчеств, подбивания там дат библейских, что вот, все 2000-й, однозначно, все восхищение, и наша церковь прям бурлила этим, молодежь этим бурлила, ну вот, и стояли мы на коленях, встречали Новый год, ну вот, и меня колотило от страха, член церкви был уже, хотя нет, еще нет, в 2003-м, и меня колотило от страха, что сейчас будет пришествие, потому что его же напророчили, все, однозначно сейчас будет пришествие, а я останусь, и мне было очень страшно, но я, конечно, не понимал, что там на Камчатке уже Новый год наступил, где-то там на шарике на нашем он давно уже 2000-й наступил, и пришествие еще не случилось, оно наступит только у нас в Петербурге, там через три минуты, мне страшно было, страшно, я не был уверен в Боге, не был уверен в спасении, хотя я прекрасно все знал, и потом, даже будучи членом церкви, мне было страшно, страшно умереть, страшно вот, осознать свою неготовность ко встрече, но на самом деле, когда человек находится в правильном состоянии, вообще без разницы, в каком положении он в данный момент находится, знаете, у нас молодежи надо было, ну, немножко отвлекусь, извините, такое, что мы там доходили до таких рассуждений, что если ты там, допустим, в душе, то, ну, а вот и пришествие, и чего, ну, или в какой-то другой жизненной ситуации, да, феологическое, и пришествие, и чего, вот, а как, вот надо быть готовым, надо быть, вот знаете, как-то вот, и вот этот слом такой, вот постоянно вот эти мысли, да, а если ты ругаешься в этот момент, а если ты там, я не знаю, спишь, дремлешь, там, с женой что-то выясняешь, там, с детьми, если ты там на работе, если ты вообще об этом не думаешь, будешь ли ты восхищен? Вообще, человека-христианина, настоящего, истинного возрожденного, вообще не должны волновать эти моменты. Христос однозначно возьмет в любой ситуации, где бы ты ни был, и чего бы ты ни делал, если ты спасен, если в тебе живет Святой Дух, ты не можешь не вознестись, даже если ты про это не думаешь, даже если ты про пришествие в данный момент не рассуждаешь, ты будешь с Богом, просто ты услышишь голос Божий и вознесешься, но условия, настоящий, истинный, возрожденный христианин, живущий правильной, христианской, последовательной жизнью. Итог, братья и сестры, всего того, что я сказал. Качественное качество истинного христианина. Христианин, истинный христианин, не принадлежит себе. Второе, истинный христианин имеет личное, каждодневное, углубленное, последовательное на протяжении всей жизни общение со Христом. Третье, истинный христианин всегда подтверждает свою веру делами, всегда по-другому быть не может. Если он этого не делает, христианин ложный или духовно крайне слабый, возможно, больной. Кстати, Вениамин Сергеевич тоже упоминал сегодня такого человека, да? Всю жизнь можно быть христианином и быть ворчливым, бранчливым, дрочливым, жадным, скупым и так далее, и так далее, и быть духовной калекой. Возможно, будешь спасенным, но жизнь будет несчастная, вход в Царство Небесное будет крайне затруднительный и пройдешь через страхи, ужасы, болезни и так далее. Истинный христианин всегда подтверждает свою веру делами. И четвертое, истинный христианин однозначно имеет непоколебимую уверенность в собственном спасении и свободный вход в Царствие Божие. Давайте мы помолимся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok